Всех приветствую! Будем смотреть вещи, купленные в магазине FixPrice. Дело в том, что я давно хотел посетить этот магазин и посмотреть, что же там продается. И тут воля случая оказался рядом с таким магазином, проезжал мимо, решил зайти. В общем, я приобрел три предмета. Машинка для стрижки волос, динамо-фонарик светодиодный и отвертка с насадками. Предметы эти стоят по 38 рублей за каждый и сейчас в отдельности посмотрим на каждый из них и попробуем определиться для себя, стоит ли покупать эти вещи или это будет бессмысленная трата денег. Давайте посмотрим первый предмет, это машинка для стрижки волос. В упаковке лежит сама машинка и щеточка для чистки лезвий. Машинка на ощупь чувствуется дешевый пластик, совсем дешевый, имеет возможность зума триммера, видите надпись зум триммер, то есть подразумевается, что вот кручением вот этого регулятора вы можете удлинять или вы можете удлинять либо укорачивать длину оставляемых волос. Значит, первая отметка идет 3 миллиметра, но на самом деле, вот вы можете сами посмотреть расстояние от ножей и до кончиков триммера, ну тут явно не 3 миллиметра, я думаю тут порядка двух, полутора-двух сантиметров, то есть это уже говорит о том, что эта функция бутафорская, никакой пользы от нее не будет. Значит, в комплекте машинка питается от двух батареек размера 2А, в комплекте их не было, вам придется дополнительно покупать батарейки. Значит, сейчас я вставлю батарейки и посмотрим, как она будет работать. Вот даже когда крышка закрывается, чувствуется, насколько это все дешевое, насколько все это не подогнано и даже не хочет закрываться. Все-таки удается победить, значит, сейчас попробую включить. Машинка работает, машинка работает, машинка жужжит, даже кажется, что вот такой мощный звук, все это угрожающее, но имел смелость попробовать использовать эту машинку более адская, то есть машинка не подстригает, а вырывает волосы, то есть видимо либо ей не хватает оборотов, либо ножи тупые, то есть машинкой пользоваться невозможно. Щеточка есть, ну не знаю, щеточка тоже бутафорская, как подразумевает, что вы еще что-то будете чистить. Может быть, этой щеточкой можно, не знаю, макать ее в зеленку или в йод после того, как она будет выдирать волосы и можно обрабатывать раны, которые нанесет вам эта машинка, не рекомендуем. Следующий предмет это динамо фонарик светодиодный, фонарик достаточно компактный, вот умещается на ладони, есть даже ремешок, правда не знаю, ну либо это на детскую руку рассчитано, либо ну может быть на пояс куда-то крепить, вот в общем есть вот такой маленький ремешок. Фонарик может работать от батареек, которые идут в комплекте, это батарейки АГ-13 таблеточки, они вставлены внутри. Наверное, когда они сядут, как-то можно снять вот эту панельку и поменять их. Кнопкой можно включить фонарик, светит он достаточно ярко за счет двух светодиодов, которые установлены, вот видите, даже при дневном освещении достаточно яркий луч. Также вот особенность этого фонарика, что можно снять с предохранителя, выскакивает курок, нажимая на который будет работать динамомашинка и вырабатывать электричество, и фонарик тоже будет работать. Попробовал я в темноте, светит, конечно, не так ярко, как от батареек, но все же света достаточно, чтобы допустим в полной темноте видеть предметы и помещение, в котором вы находитесь, то есть эта функция может быть полезна. Ну, на мой взгляд, этот фонарик можно купить за 38 рублей, вещь будет полезной, и, возможно, вам когда-то пригодится. Тем более, что есть функция динамомашинки. Третий и последний предмет, который я приобрел, это отвертка с насадками, с набором насадок. То, что мне понравилось и привлекло мое внимание, это то, что насадки всегда будут находиться под рукой, то есть они вставляются в такое прорезиненное кольцо, и, в общем-то, их при необходимости удобно менять, и они не будут теряться, что обычно и очень часто происходит, когда эти насадки лежат в наборах. У меня очень часто они терялись. Что еще можно сказать? Значит, идут три вида насадок разных размеров, две насадки крестовые, по-другому их называют Philips, две шлицевые, тоже разных размеров, и два шестигранника, тоже разных размеров. Не знаю, сложно сказать, какой это размер на глаз. Я думаю, что про качество насадок сейчас сложно говорить, но я не думаю, что тут какая-то хорошая сталь у этих насадок, и вряд ли эту отвертку можно будет использовать профессионально, но для хозяйственно-бытовых, то есть для домашнего хозяйства, я думаю, эта отвертка вполне подойдет и будет очень удобная. Поэтому я думаю, что за 38 рублей такую отвертку можно покупать. На этом заканчиваем. Я думаю, каждый сможет для себя определиться, стоит ли покупать эти предметы, несмотря на их низкую стоимость. В дальнейшем планирую еще раз посетить этот магазин и приобрести какие-нибудь предметы, которые мы сможем вместе посмотреть и оценить их полезность и качество. На этом прощаюсь. Спасибо за внимание. До новых встреч.